Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллах, как один из видов поклонения, имеет очень много ценностей и, скажем так, величий, которых человек может приобрести только через пост. И, например, одним из таких ценностей является прощение грехов. Когда мы с вами совершаем пост, когда мы с вами постимся, Аллах, субханаху Акбар! посредством поста прощает нам наши грехи. И мы однажды уже упомянули с вами в одной лекции этот хадис, но, тем не менее, сейчас тоже его я приведу. Хадис передает нам Абу Хурайра, да будет довольным Аллах. В этом хадисе он сказал такие слова, он передает слова пророка. Каля Расулу Аллах, посланник Аллаха сказал, Кто проведет Рамадан с верой в Аллаха и совершая благие дела, и ожидая от Аллаха вознаграждения за этот пост и за благие дела, тому непременно простятся те грехи, которые он совершил ранее. То есть одним из величий, одних из ценностей поста является то, что Аллах, субханаху Акбар! прощает нам наши грехи. Вторым таким величием или такой ценностью поста является отдаление от адского огня. Посланник Аллаха, Мухаммаду Алейхи Салям, в одном хадисе сказал такие слова, Что в переводе означает следующее. Посланник Аллаха сказал, Кто будет поститься хотя бы один день на пути Аллаха, Всевышний Аллах отдалит лицо этого человека от адского огня на 70 лет. Согласованный хадис. То есть посмотрите, уважаемые братья, какое вознаграждение Всевышний Аллах дает нам за пост. За один день поста, независимо это добровольный пост или это пост, который мы с вами совершаем в течение месяца Рамадан, а в течение месяца Рамадан мы с вами постимся в основном 30 дней, то посчитайте, если за один день поста Аллах, субханаху Атталя, отдаляет лицо человека от огня на 70 лет, а за 30 дней, на сколько лет Аллах Всевышний отдалит лицо и лица тех людей, которые постились. То есть какое огромное вознаграждение, какую огромную ценность, какое огромное величие мы получаем только за один день поста, а мы постимся с вами, хвала Всевышнему Аллаху, целый месяц. Дальше третьим таким величием, третьей ценностью поста является защита от адского огня. Защита. Посланник Аллаха в одном хадисе сказал такие слова. Этот хадис передает нам имам Ахмад. В этом хадисе посланник Аллаха сказал, пост является как бы щитом, джунна означает щит, как щитом от адского огня, как щит одного из нас на поле битвы. В те времена, как вы знаете, в времена пророка, когда мусульмане бились, ну и вообще, когда были войны, воин должен был иметь щит, чтобы отражать удары мечом или там удары копьем, или стрелы, которые выпускали враги. Этим мечом он защищался и отражал эти удары. Так вот посланник Аллах как бы сравнивает пост, который мы с вами совершаем, постимся, он подобен этому щиту, который защищает нас от огня, адского огня. То есть как бы некий щит, который нас защищает. И вот этот щит мы приобретаем, и он все время увеличивается, все время крепнет. Чем больше мы с вами постимся, чем искреннее мы с вами постимся ради Аллаха, тем крепче, сильнее, прочнее будет наш щит. Этот щит можем приобрести только через пост. Следующий, уважаемые братья, следующее величие, следующая ценность поста – это вход в рай, в судный день, с особых врат, через которые войдут только те, которые постились. Например, в одном достоверном хадисе, который приводится в сборнике Бухарии и Муслима, посланник Аллаха сказал такие слова. «Инна филдженна тибэбэн юкалю лэху райян». Посланник Аллаха сказал. «Поистине у рая есть врата, которые называются райян». «Ядху люминху саимуна яумал киямати». Через эти врата войдут в рай только те, которые постились. «Ля ядху люминху ахадун гайруху». То есть никто, кроме них, в рай через эти врата не войдет. Дальше пророк говорит. «Юкалю айна саимуна». И в судный день будет сказано, где те, которые постились в мирской жизни. «Фаякумун». И те, которые постились, они встанут. «Ля ядху люминху мгайруху». И никто, кроме них, не войдет через эти врата. Дальше пророк говорит. «Фа изэ дахалу углика фа лям ядху люминху ахадун». И когда они, когда последний постящийся человек, который постился на этой земле, войдет через эти врата, эти врата закроются наглухо, и никто другой через эти врата зайти в рай не сможет. То есть какое величие получает человек за пост, за то, что он постился. А ведь на самом деле не так уж и сложно поститься, если посмотреть с одной стороны. Только сатана, шайтан нас пугает, что жарко, что длинные дни. И человек порой, будучи слабым существом, находит всякие причины, лишь бы не поститься. Но если бы поистине мы знали, какие вознаграждения мы получим за пост, и что уготовано нам за пост, мы, наверное, постились бы не только в месяц рамада, но и каждый день. Ведь, уважаемые братья, знайте, что постанник Аллах нам сказал только что в хадисе, который я вам только что принял, что люди, которые постились, постились и часто постились, особенно которые совершали добровольный пост, помимо обязательного поста, войдут в рай только, ну, скажем так, из особых врат, который называется райянь. Прошу Аллаха, чтобы мы были из чисто тех людей, которые войдут в рай из этих врат. Пятое, уважаемые братья, особенность поста или значимость поста, ценность поста – это сам Всевышний Аллах дает вознаграждение за пост. Например, в одном хадисе, этот хадис называется «Кудзи», то есть этот хадис сказал его пророк, но они исходят от самого Аллаха, субханаху ва таля. Так вот, посланник Аллаха сказал, «Кал Аллах», Всевышний Аллах сказал, «Кюллю амали ибни адама лаху» Все деяния, которые совершает человек, они для него самого, то есть они нужны ему, не Аллаху. Дальше Аллах говорит, «Илля сиям кроме поста». «Фаинна хули» Поистине пост принадлежит мне. Дальше Аллах говорит, «Ва ана ажзидихи» И только я воздам, и только я дам вознаграждение за пост. Дальше Аллах говорит, «Ва сиям у джуннатун» Сиям является щитом, о нем уже мы с вами упомянули сегодня. «Ва иذэ кэне яуму сауми ахадикум» И когда кто-либо из вас постится, «фа лэ ярфуф ва лэ ясхаб» Пусть он не сквернословит во время поста, пусть он не повышает свой голос во время поста, пусть он не кричит во время поста, то есть ведет себя сдержанно, ведет себя культурно, будучи человеком, который совершает одно из самых красивых видов поклонения. Дальше Аллах говорит, «Если кто-то этого человека, постящегося, оскорбит, или, не дай Аллах, поднимет свою руку, чтобы убить его, то пусть этот человек, который постится, скажет, поистине я пощусь». То есть смотрите, уважаемые братья, что Аллах говорит, «Если даже ты постишься, над тебя оскорбили, возможно, задели твою честь, подняли руку на тебя, чтобы там ударить тебя, или, не дай Бог, убить тебя, ты как бы имеешь право отразить, ты имеешь право защищаться». Аллах говорит, «Не делай этого, скажи, поистине я пощусь». То есть не отвечай на зло злом. Дальше пророк уже говорит, после слов, которые он передал от слов Аллаха. «Валлазии нафсу Мухаммадин биядихи, клянусь тем, в чьих руках находится душа Мухаммада, ля хулуфу фами саими атьяву инда Аллахи мин рихи лмиск». Равахуль Бухари. Хадис передается в сборнике имама Бухари. Пророк дальше говорит, «Клянусь тем, в чьих руках находится рука Мухаммада, запах изо рта постящегося, поистине запах, исходящий изо рта, постящегося, он в основном не очень приятный бывает, да? Запах, исходящий изо рта постящегося, благоприятнее, ароматнее перед Аллахом аромата мускуса». Как вы знаете, мускус является одним из таких очень дорогих видов благовоний. Очень дорогое оно. И здесь пророк говорит, но Аллах, субханаху ватаря, предпочитает для него приятнее, для него милее, для него ароматнее запах, исходящий изо рта постящегося, чем аромат мускуса. Почему? Потому что человек оставил еду, оставил питье ради Аллаха. Не из-за того, что на улице голод или голодные времена, у него дом забит едой, у него холодильник забит едой, у него много питья, но он ради Аллаха, ради достижения, величия, ради приближения к Аллаху, ради поклонения Аллаху оставляет все, что у него есть, и изо рта исходит, может быть, неприятный аромат, но он милее Аллаху, субханаху ватаря, чем запах мускуса. Вот, уважаемые братья, какие, скажем так, вознаграждения мы получаем за пост и какое величие мы достигаем и каких ценностей мы приобретаем через пост. Поэтому я в завершении своих слов, в завершении своей небольшой лекции хочу пожелать вам, уважаемые братья, чтобы мы приучали себя к посту, чтобы пост был звеном, который связывает нас с Аллахом, субханаху ваталя, чтобы мы совершали пост не ленясь, не ленясь, а радуясь того, что мы можем совершить пост, ибо Аллах, субханаху ваталя, дает нам такие вознаграждения, дает нам такие ценности, такие возможности, о которых мы можем, наверное, даже не задумываемся. Тот же самый хадис, который мы только что с вами упомянули, что постящийся человек войдет в рай только из особых врат. И я прошу Всевышнего Аллаха, субханаху ваталя, принять наш пост, прошу Всевышнего Аллаха, субханаху ваталя, дать нам силу, дать нам терпение, дать нам смиренность, и чтобы наш пост протекал лучшим образом, чтобы наш пост протекал так, как учил нас пророк наш Мухаммад, алейхи авдруссалате и вассалям, поститься, и чтобы с нами не случилось, даже если нас будут оскорблять, ругать, мы, иншаллах, будем говорить «Инни саим» «Поистине я пощусь». И эти слова поистине великое счастье. И на этом я заканчиваю свою лекцию. Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракат.